Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV.com. Хочу показать, как настроить эмулятор PCSX2 для того, чтобы поиграть в Ratchet & Clank Goin Commando. Это Ratchet & Clank, вторая часть. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео, по верхней. Я себе уже его скачал и, как всегда, его разархивирую в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании видео. Настраиваем. Выбираем язык. Применить. Далее. Или SSI2, или SSI4.1. В общем, все равно какой. Может быть, и любой другой подойдет, лишь бы был OpenGL. Давайте оставим все по умолчанию. И посмотрим, что из этого выйдет. Я играю на клавиатуре. Поэтому сначала мышкой кликаю кнопку L1. Теперь на клавиатуре. Ту клавишу, что станет L1. И так, по аналогии, настраиваю весь геймпад. Те, у кого есть настоящий джерсик, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить и подключить. Для того, чтобы с его помощью играть на этом эмуляторе. Ссылка будет в описании видео. Так, еще раз здесь. Применить. Окей. Звук можно поставить nice. Хуже не будет. Играю при помощи ISO-образов, поэтому выбираю DNSISO. Те, у кого есть настоящий DVD, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как запускать игры на этом эмуляторе при помощи DVD-дисков. Япония-2000 подходит для большинства видеоигр. Ставим галочку всегда спрашивать. Настройка эмуляции. Отключаем преднастройки ненужной. Мы все настроим сами. 1024 на 768. Применить. Спидхак однозначно включен. А обладателем многоядерного процессора здесь галочку ставит применить. Готово. Запускаем, смотрим, что же у нас будет, если все оставить по умолчанию. Ускорим все в 4. Инсомняк, по-моему, фирма. Много игра, форматирует. Да нет. Заставки будем проматывать. О, какой интересный корабль у нас встал. Чую, уже глюков будет предостаточно. Так, возвращаем нормальную скорость игры. Вот так. Без настройки видеоплагина. Но, как вы видите, безобразие у нас творится. Глюков тут полно. Вот что это такое? Что с ним происходит? Вот смотрите, как мы настроим сейчас. Однозначно оставляем OpenGL. Здесь Fortset. Здесь так. Поставлю на четверку. Здесь однозначно так. Агрессив. Это не надо. Здесь оставляем basic. Опа. И все глюки исчезли. Почему нельзя ставить Dark 3D? Кстати, видите, какая у нас интересная, красивая тень? Точно такая же, как и нативе, как и должна быть. Вот смотрите, что будет, если поставить Dark 3D. С тени уже она кусками разорвана. Так что однозначно надо играть только в OpenGL. Меняем его назад. Делаем на весь экран. Все аккуратненько стало. Замечательно. Так, игра работает без настроенного видеоплагина. Так, с настроенным. Поехали наверх. Посмотрим геймплей. Да-да, я знаю, как двигаться. Так, скорость у нас подпросела. Тогда заходим в настройки спидхака. И двигаем вот это налево. Скорость у нас сразу же выросла. Но в норме. Более чем даже мы выросли. Даже ускоренно стали. Свободен следующий. Вооружение не помешает в сельской местности. А и ты здесь. Хлам. Спасибо, я думал, гайки не прилетят. Ну, привет. Еще есть желающие? ты еще жив это проще паренеры готов еще желающий будут как бы малышом обламываем сэкономим время тепло вот и все вот и первый уровень весь прошли так что все хорошо никаких глюков ничего спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал spv.com ставьте лайки заходите на наш сайт spv.com